Обычные батарейки называют также гальваническими элементами в честь итальянского медика Луиджи Гальвани, заметившего, что лягушачья лапка резко сокращалась, когда он прикасался к ней двумя металлическими электродами. Гальвани считал, что электрический ток вырабатывается самой лапкой и называл это явление животным электричеством. Однако его соотечественник Алессандро Вольта выяснил, что электрический ток в таком опыте создается не лапкой, а парой из двух различных металлов. Поняв это, он построил первую гальваническую батарею, вольтов столб, собранный из отдельных элементов. Каждый такой элемент состоит из медной и цинковой пластинок, между которыми лежит смоченная кислотой прокладка. Собранный из большого числа элементов, вольтов столб выдает достаточно большое постоянное электрическое напряжение. Возьмем баночку с водой, в которую для лучшей проводимости добавим немного лимонной кислоты. В баночке закреплены три электрода, цинковый, алюминиевый и медный. Измерим напряжение между каждой парой электродов. Потенциал алюминия выше, чем у цинка, на 0,4 вольта. Потенциал меди выше, чем у алюминия, на 0,45 вольта. Возникает предположение, что потенциал медного электрода будет выше потенциала цинкового, на сумму этих величин, то есть на 0,85 вольта. И это предположение подтверждается на опыте. Конечно, во всей этой истории важно, чтобы металла погружены в электролит. Пока они находятся в жидкости, вольтметр показывает наличие напряжения между ними. Когда мы вытаскиваем хотя бы один электрод, напряжение падает до нуля. Когда электроды прикасаются друг к другу, напряжение тоже равно нулю. Соберем батарею из четырех гальванических элементов. Чтобы напряжение было побольше, мы вставили в каждую баночку медную и цинковую пластинку и соединили все четыре элемента последовательно. Баночки заполнены раствором лимонной кислоты. Измерим напряжение с помощью мультиметра. Напряжение на одном элементе равно 0,87 вольта. Напряжение на двух последовательных элементах в два раза больше. На трех в три раза больше. На четырех в четыре раза больше. Так что мы получили батарею, выдающую напряжение 3,4 вольта. Если замкнуть батарею через внешнее сопротивление, то по нему потечет электрический ток и будет выделяться тепловая энергия. Откуда же берется эта энергия? Конечно же за счет химической реакции, которая протекает на металлических электродах. В нашей батарее реакция с лимонной кислотой идет крайне слабо, поэтому и токи должны быть небольшими. Подключим к нашей батарее красный светодиод. Он горит, но не очень ярко. Это значит, что текущий через него ток составляет всего несколько миллиампер. Посмотрим, какой максимальный ток может отдавать эта батарея. Для этого закоротим ее на мультиметр. Ток составляет чуть меньше одного миллиампера. Чтобы увеличить его, надо залить в баночки раствор более сильной кислоты. В каком направлении течет электрический ток в нашей цепи? Как показывает опыт, потенциал медной пластинки выше, чем цинковой. Поэтому во внешней части цепи отрицательно заряженные электроны движутся от минуса к плюсу, от цинка к меди. А ток, как ему и положено, течет от плюса к минусу, от меди к цинку. Но ведь ток в цепи течет по кругу, не правда ли? И тогда получается, что в электролите ток, переносимый ионами, течет от цинка к меди, от минуса к плюсу. Как такое может быть? Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!